Добрый вечер! Глядите у гэтым выпуску. Пытание реализации державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безопасность», а так само ход выполнения директива президента номер один, разледжены на посаджении гомельского облаканкама. Стан сортового проката на БМЗ вышел на проектную могутность. Под речицей лоб у лоб сутыкнули седьвень шамарки. У Гомеля приступили до установки головной елки региона. А зараз об гэтым и иншим больше подрабязна. Пытание у смоцнения грамадской безопасности и дисциплины обмеркованы сегодня на посаджении областного выконавшего комитета. Всего наибольш проблемных моментов, названное вытворчий травматизм, гибель на пожарах и злочинностью, относенных до пожилых людей. Олег Сенцеров потекавился подрабязнастями. Директива номер один у Беларуси, день час, злоковика 2004-го. За 12 годов в плане у смоцнения грамадской безопасности и дисциплины зроблено шмат, а в чём свечит не только статистичное даденое, а и реальная ситуация в наших городах и вёстках. Разом с этим вызначились и такие моменты, на которые сегодня необходимо звернуть повышенную увагу. Не просто концертовать факты, а лягучить причины истинующих недопроцовок. Той же вытворчий травматизм, например. С початку этого года на предприемстве Гомичины загинули 13 человек, на два меньше, чем летость, а ле всё ровно шмат. Тем больше, что причины несчастных выпадков не изменяются с моменту принятия директивы. По-перше, отсутничая контроль сбоку керовников и специалистов, по-другое, и сами потерпелые выконовать потребование правилов аховой працы невельми имкнуться. На Мазевском домобудовничком комбинате, например, загинул работник в стане алкогольных опьянения, у Криви 43-сотые промилле алкоголю, в этой неде полторы бутыльки горелки. Человечий фактор заявляется головным и серот причин возникнения пожаров. Тут и несчастное обыходжение с огнем и порушение правил эксплуатации электроприборов. Самая действенная мера у такой ситуации – активная профилактичная работа. Больше усилили профилактическую работу непосредственно с людьми. Вели такую, Гомичина была флагманом в работе смотровых комиссий, когда все субъекты профилактические работают по определенным группам людей, наших граждан, подсказывают им, рассказывают, помогают в определенных ситуациях. Наглядальные комиссии сегодня обследовали 35 тысяч домовладаний, у которых проживают шмот детные семьи. Семьи, которые находятся в социально небеспечном становище, это инвалиды и пенсионеры. Да, со старелых до речи сегодня повышенная увага. Навод наявность семьи, я ще не гарантуя им безпеки. Есть шматы выпадков, когда миновитородные становятся для их головной погрозой. Есть категория граждан, по которой проживают с ранее судимыми, с лицами, за подъемлемыми алкоголем или наркотическими веществами. То есть это самое визленное. Ну и самое главное, что требования директивы, сократить гибель граждан от внешних причин. Как я уже сказал, это убийство, причинение тяжких телесных поражений, особенно лицам трудоспособного возраста. Потому что требования директора, они прикликаются с другой программой обеспечения демографической безопасности. И такая статистика. За порушение правил дорожного руха с початка года до администрационной отказности на Гомишне притягнуто больше 200 тысяч водителев и 35 тысяч пешеходов. Правда, оптимизма додает той факт, что при этом, в паровнении с минулым годом, колькость дорожно-транспортных сдарений унизилась прикладно на 13%. Олег Семчуров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Опрачатаго, на сегодняшнем посаджении Гомельского облаконкама разлеженый ход выконания державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безпека». Работу по знижению с ровньюсьмяродности насельництва доручена узмацнить. Усим керавникам выконавчих комитетов треба взять на жорсткий контроль проходжения диспансерных оглядов работниками прационных коллективов и повысить эффективность межведомостного взаимодения по знижению с ровньюсьмяродности однешних причин. Ця рода гученных задач так само укранение высокотехнологичных методов диагностики и лечения у кардиологии, онкологии и травматологии. При этом на посаджение значены и становочие тенденции. У шасти районах в области все лето зарегистрированы натуральный прирост насельництва. За 9 месяцев этого года на Гомельщине народилось 19 933 детятти, что на 200 детей больше, чем было заотповедный летошний период. При этом узровень детячей семяродности изменьшился больше, чем на 20%. Мобилизация на первичное звено, работа с молодыми мамами и с лечебными учреждениями. Поэтому, в общем-то, вот такая картина. Показатель составил за 9 месяцев 2,6 промиллей на тысячу рожденных живыми. Это самый лучший показатель в Республике Беларусь. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля отбылась сустреча керавництва Гарвы Конкамо с представниками Итальянской ассоциации допомога детям Пармы. Баки узгоднили основные на керунке суместной деянности на наступный год. Супрацовництво ассоциации допомога детям Пармы с Беларусью почалося больше, как 20 годов тому. За этот час на оздоровление у Италии только с Гомельской в области выехали свыше 20 тысяч детей. Сегодня эта деянность протягивается, а левый ключ над организацией оздоровления ассоцияция переходит до реализации проектов у инших сферах. При этом допомога детям Пармы оказывает активное взаимодействие и установление промых контактов помеж мэрыми. На сегодняшний день погоднение об гандлево-экономичном, науково-техничном и гуманитарном супрацовництве заключены помеж семью городами Италии и Гомельской в области. В наступном годе ассоцияция допомога детям Пармы планует больше активно развивать контакты в голенах адукации и медицины. Три года назад мы начали работать в медицинской программе под названием ПАП-тест, это женская гинекология. Начинали этот проект в Кармянском районе и сейчас они привезли конкретную и финансовую помощь, и договоренности о расширении этого проекта на ряд регионов Гомельской области. Конкретное предложение – это обмен опытов наших врачей-педиатров и стажировка в Италии. Чарговый вытворчий поспех жлобинских металлурхов. Детерминован на проектную могутность вышел дробно-сортно-дротянный стан белорусского металлургического завода. Новый прокатный стан увели в эксплуатацию в вересне 2015 года. Выйти на проектную могутность по месячной вытворчости необходимо было до конца этого года. Однако жлобинские металлурги справились с задачей худшей. А значим, что вся продукция вырабляется под заказ конкретных пожилцов. Жлобинский прокат поставляется Украины, Европы и Полночной Америки. Звыше 27 тысяч деклараций юридичные особы и индивидуальные предприниматели региона подали селета у податковой инспекции у электронном выгляде. Гэта маль на 3 тысячи больше, чем летос, и складая, прикладно, шостую частку от их агульной колькости. Ранее таки способ подачи документов был необовязковым, але в этом году Министерство по податках и сборах вызначило категории плательщиков, яке повинны заполнять декларации только так. У нового увядзениях разбиралась Марина Северьянова. У летку податковое законодавство были унесены черговые змены. Организации, в штате яких лечится 15 и больше человек, а так само все плательщики податку на добавленную вартость, повинны подавать декларации только в электронном выгляде. Увуголиш, кристальники системы электронного декларования мают шарах в перевагах. Гэта отсутный стусу папер, экономит часу на наведывание податковой инспекции, махчимость у любой момент задать питание специалистам, накеровать в интерактивном режиме развлеки и увугли любые документы для проведения администрационных процедур. При формировании электронных форм декларации действует система автоматическая расчета, которая позволяет переносить данные из предыдущих налоговых периодов и проверку контроля, осуществлять, что позволяет корректно и быстро заполнить налоговые формы. Министерство по податках и сборах постоянно працует над удосконаливанием электронных сервисов. Например, зараз приоритетным заявляется поляпшение функционования особистого кабинета плательщика. Для его допомоги можно сформировать свои запыты и отримать необходимые известки без похода на главной странице финального сайта Министерства по налоговым и сборам находится ссылка на личный кабинет организаций и индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы войти в данный кабинет, необходимо зарегистрироваться с помощью личного ключа электронно-цифровой подписи. Усяго, заразу, якость юридичных особ альбо индивидуальных предпринимательников в Гомельской области зарегистрирована амаль 45 тысяч человек. Марина Северьянова, Михаил Рабко, телерадуя компания «Гомель». До инших тем. В Речицком районе УДТЗ потерпели три человеки. Сегодня на трассе, каля населенного пункта Зареча, сутыкнулись легковый «Опель» и грузовый «Мерседес». Подчас обгону в Носельской дорозе водитель «Опеля» не справился с кированием и легковушка сутыкнулася с «Мерседесом», який рухался на сустрач. Грузовик перекулился. Або два водителя, так само пассажир «Опеля» отримали травмы. На даденый момент у больницы находится только водитель «Мерседеса». Усяго за минулые сутки на территории Гомельщины зарегистровано больше, как 60 дорожно-транспортных здоровьев. Ситуацию ускладняют умовы на дворья. На дорогах заховывается гололедеца. Завтра в регионе прогнозуется снег, местами махчимые завирухи. Держа-Аутоинспекция орает водителям быть уважливыми и выбирать безопасные худкости интервал помеж автомобилями. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов останется завтра гостям интерактивной программы «Диалог» телерадио компании Гомель. Передача выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 19.01.20 хвилин. Свои питания гостю студии вы можете задать по телефону по номеру промога эфиру у Гомели 77-68-45. У Гомели приступили до установки холодной елки региона. По завершении сборки ее вышеня складе Амаль 32 метра. Воголи рыхтоваться до конкурсу на лепшее новогоднее оформление почали районы, организации и предприемства областного центра. Чим будуть сдевлять высветляла Ганна Ковалева. На площади Ленина у Гомеля почали сборку металличного каркаса галонной елки в области. Его взведут в ближайшие два тыдни. Затым пошнется упрыгоживание цацками и светловой иллюминацией. Летость на елце запалили больше, как 5,5 тысяч энергозбирогальных светлодиодных лямпочек. Все лето по традиции их дополнить и новые элементы упрыгоживания. Правда, у всех секретов Гомельская ЖКГ не раскрывает, ведомо, что площу Ленина оформить в комплексе. Заявится резиденция Деда Мороза, светловые архитектурные формы, зорное небо, город Майстру и гандлевые роды. Тым часом почался монтаж елки, каля областной библиотеки. В уголе рыхтоваться до свято почали уси районы Гомеля. Их старание оценить специальная комиссия и обяры лепши. В минулом году переможцам был советский район. При новогоднем работе мы приступаем с начала декабря уже готовимся. Сейчас запланирована у нас уже работа на этой неделе по установке елки на Владимирово. Делается каркас, каркасного типа она и украшается лапками ели, вешаются украшения. До 15 декабря запланировано включение. Лепшим сирот гандлевых объектов летость был признанный магазин автово-розничного предприемства «Доялоу Гомель» на проспекте Перамоги. Сирот Перамож сирен омаль что год и на сегодня уже готовы до свято. Дарочи гандлевые объекты Гомеля еще в начале листопада выставили на продаж штучные елки у пригоживания и сувенирную продукцию. Некоторые магазины планируют снизить цены как минимум на 40%. Особные пропановы противлежены для шмад детных семей. Мамы инвалиды воспитывающие несовершеннолетних детей это тоже приравнивается. Мы стараемся удовлетворить каждого покупателя. Подготовили шикарный ассортимент так как год красного пятука. Елочные игрушки присматриваются потому что все мы знаем такое поверие что нужно каждый год хоть один новый шарик добавить нашей елочке. Весь ноябрь мы торгуем. Новогоднее оформление объекта в Гандлею и хромадского харчевания завершится до 1-го снежня. А прикладно с 20-го начнутся работу юлочные кермаши. Полностью до встречи нового года Гомель будет готов до 25-го снежня. В этот день плануют запалить огни на магистральных улицах и на всех елках областного центра. Вераможцы в конкурсу на лепшее святочное оформление вызначат до 15-го студента. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадо, компания «Гомель». У картины галереи Гаурей Лавашенко концертную программу «Восинское рандеву» представили лауреаты международных конкурсов Олена Гастинская и Виталь Фомин. Слухачам пропоновали погрузиться в атмосферу романтичных лиричных мелодий. У выконанной вокалистки Гомельской областной филармонии Олены Гастинской под живой аккомпанемент фортепианной музыки ее коллеги Виталя Фомина гучали русские романсы. Концертная программа «Восинское рандеву» представлена у рамках проекта «Мус-арт». Он реализуется картинной галереей суместно с областной филармонией. Головная мета про сустречусь с вядомыми музыкантами Гомельщины в атмосферы картин маститых мастаков дарить наведовольникам незабывные эмоции, уражения и пополнять их культурный багаж. Программа «Муз-арт» используется популярностью у гамельчан, проходят с аншлагом, поэтому проект обовязково отримает протяг и в следующем году. И о спорте. В чемпионате Беларуси по мини-футболе отбылись гульнич аргова гатура. Гомельская БЧ в региональном дерби одоляла агрокомбинат Паудневый 3-0. И еще один клуб з областного центра ВРЗ, 1-й тайм завершился с ликом 4-2 на корыць гамельчан. Витен перешел на гульню в 5 полевых гульцов и до середины другого тайма лик сравнял 4-4. Правда, переломить ход матча у гостей не отрималось. Гамельчане взяли себе в руки и до закончения встречи забили у вороты соперника 5 голов. Аршанцы отказали только одной. Выник бойная перемога ВРЗ с ликом 9-5. Четырмагалами в складе господаров отзначился Яуген Клачком. Хет-трык на рахунку Дмитра Ганчарова. Гамельчане узначали вось турнирную таблицу. Адрыл от ближайшего проследника 6 очков. Сегодня все, что задумали мы, все это прошло. Это очень приятно. Не всегда оно так получается, когда задумаешь об этом. Но сегодня наш день, как говорится, был. На этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Ихнатенко. Усяго вам самого доброго и до новых сустречей эфиры. Редактор субтитров А.Семкин